Казмодемьянск может получить федеральное финансирование на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа выше 60% по программе 60+. В четверг Агломам Риэл Александр Евстифеев представил соответствующий проект в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Эффекты от проделанной работы позволят снизить убытки, расходы на аварийные работы, потери воды и экологические штрафы. Что касается проекта 60+, то продолжается работа по нему, есть уточнение по выполнению работ, по завершению еще работ по экспертизе и далее по исполнителям стоят жесткие сроки и выполнение работ приходится преимущественно на текущий год. По отдельным работам это 2021 год, так что работы здесь достаточно, замена самих материалов и вообще сама природа этих материалов становится другая. Но главное, что этот проект является пилотным и поэтому есть понимание того, что выполнение этого проекта означает для города вообще другой уровень благоустройства. И это историческая часть города и работы будут вестись и зимой, потому что в части замены водопроводных сетей, именно там много строительных проколов, через коммуникации, через дороги. Ну, в общем, проект объемный, несмотря на сжатые сроки. Успешен он или нет, у нас другого варианта. Нет, качество жизни в Космодемьянске может быть повышено только при условии выполнения всех, без исключения положений и пунктов этого проекта. Обсуждать тут нечего, проект должен быть выполнен. Космодемьянск был основан в 1583 году. Нижняя часть города является историческим поселением регионального уровня. Численность населения более 20 тысяч человек. На территории города осуществляют деятельность два градообразующих предприятия «Потенциал» и «Завод Капир». Уникальность Космодемьянска заключается в том, что его историческая часть – один большой музей под открытым небом. Здесь расположено свыше 150 памятников, 12 из которых федерального значения, 40 – регионального. Ежегодный туристический поток превышает 100 тысяч человек и постоянно растет. Напомню, неделю назад мэр Космодемьянска успешно защитил проект по созданию современного общественного пространства и развитию туристической инфраструктуры. Город на правобережье Волги вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в категории «Исторические поселения».